Всем привет, дамы и господа, с вами Солопотстон, я беру колоду Агра Паладина и Розовая Мету. Недавно я вышел из золота 5, так, сейчас мне звонят, пока поставлю на паузу. Всё, я снова тут, дамы и господа, да девушка звонила тут, это выговорилась она мне, у неё там на работе события произошло, и вот она. Мне раз, я не обострение, ей приходят всякие больные людишки. Ну, суть не в этом, у нас сегодня игра, играем в Хордстоун, Агра Паладин, поехали! Так, где звук? Звук должен быть, звук... Так, я не понял, почему не жмётся? Так... Не понял... Где звук? Да японский бог, а! Куда звук-то делся? Эээээй! Бля, ну ладно, поиграем так. Сейчас на паузу поставлю, посмотрю, что там со звуком. Всё, я снова тут, всё настроил, всё нормально. Просто звук был убавлен. Это скорее всего А, это не контроль Это не контроль Я сначала подумал, что это контроль чернокнижник Но у него ктуна нету Значит это скорее всего не контроль Я забыл какие Архетипы, но это может быть Джараксус Варлок на Джараксусе Мощный кстати Ну вообще-то да Он контрольный, он все-таки до последней стадии тянет Старается как-то меня законтрить Ну в принципе да, в принципе его можно назвать Контроль колодой Сейчас посмотрим какие действия Он будет совершать, что он будет делать Так, два фрагмента души То есть он Грубо говоря себя похилит Убираем У него со стола 3-4 Быстренько все это дело Блокируем, отлично У нас еще бафнулись при этом Заклинания, что для меня Очень хорошо Пока стол на моей стороне Но мне интересно, что он будет делать Ага, так Он контрит мою карту Из-за этого она отлетает Ага, и что-то еще будет выставлять Но опять эта карта Серьезно, тебе не надоело? Так Вопрос Стоит ли мне рисковать Чтобы бафнуть его на 8-8? Ну пожалуй я рискну Я хочу посмотреть Как он будет Будет реагировать на 9-6 Возможно у него и точечные ремувалы Но я не совсем помню Есть ли они у него или нету Ага, женят Значит он ищет Ищет, чем бы законтрить Угу Угу Так, хорошо Хорошо Так Я беру молоток Молотком я буду Контрить стол А своим паладином 9-6 Буду бить ему по лицу Надеюсь у него там Ничего такого не найдется Я спокойно его продавлю Но сейчас По крайней мере Я не вижу от него Опасностей Но По-моему У него есть массовые ремувалы И чем быстрее Я продолблю ему Черепушку Тем для меня лучше Потому что у него Потом начнет Всякое говно появляться Так Всем по 2 Замешиваю 2 фрагмента души В колоду По идее Мне надо его Просто продырявить Потому что Видимо он будет Хилиться А это значит Что мне его надо Дырявить Отлично Ставим яйцо На это На тот случай Если он Вздумает Использовать Массовый ремувал А у меня на столе Будет между прочим Существо находиться Так Посмотрим Что у нас там За одну маны Но тут Ничего серьезного Так что Пожалуй Я пропущу ход И посмотрю Что он будет делать Ну скорее всего Он уже проиграл Но я могу ошибаться Даже если он Использует Массовый ремувал Во-первых У меня ружье В руке Во-вторых У меня есть Яйцо Которое Позволит мне Дальше играть От стола Случайное существо Хорошо Прекрасно Но ты проиграл До свидания 1-0 В пользу Агропаладина Пока я лидирую Пока все Отлично Все хорошо Я выхожу В золото Четыре Надеюсь Я сегодня Выйду Че там Платина Дальше идет Да Если я не ошибаюсь Надеюсь Я выйду В платину Что я сделаю Серию побед И нормально Так это Покатаю И покажу вам Результат На этой колоде Я думаю Многие из вас Уже знают Что это метовая колода Это топ колода Я считаю Даже не секрет Паладин Которым я раньше играл Ссылки оставлю В описании Потому что я играл Я выложил На канал Ютуб Можете посмотреть Это тоже Топовая колода Но как по мне Кажется Что Агропал Намного ебее Чем Этот Чем Секрет Пал Агропал Вообще Очень мощная Когда первый раз С ней встретился Я подумал Что скорее всего Это Агропаладин Нашел эту колоду Скопировал Вставил Как говорится Вот у меня Есть уже колода Она очень мощная Она даже мощнее Чем секрет Паладин Хотя Хотя Самое интересное Что секрет Паладин В принципе Может ушатать Агропаладина При удачном стечении Обстоятельств Против меня Играет Чаос С английского Хаос Ну если кто не знал Пока непонятно Какой у него Архетип У секрет Паладинов Тоже есть Этот рыцарь Но у меня Он тоже есть Но я пожалуй Так А если я Нет Блин Хотя ладно Разыграю Я тоже Рыцаря Я думаю Скорее всего Он сейчас Бафнет своего Рыцаря Заберет моего И при этом Он сохранит За собой стол И возможно У него будет Карта за ноль Он наберет себе Существ за одну Ну нормально Нормально За ним Преимущество в том Что он ходит Первый Ой точнее Он с монеткой Я хотел сказать Да Я так и думал Что он Законтролирует Мой стол И забафает Своего Это было Очень очевидно Соответственно Я оказался Прав Ну это очевидный ход Потому что Я знаю Эту колоду Я знаю Примерно Какие шаги Будет делать Противник Так что Это было Вполне себе Естественно Очевидно Что он Забафает И будет Контролировать Стол Сейчас Будет Выигрывать Тот Кто За кем Сохраняется Контроль Кстати Я недавно Все таки Видел Другого Паладина Который Из позапрошлой Меты С массовыми С массовым Контролем Я охренел Когда я такого Паладина Увидел Я вообще Не ожидал Такого Паладина Встретить Я сейчас Серьезно В этой Мете Очень Закономерно Если ты увидишь Агропаладин Или Паладин на секретах А там контроли Я такой Нифига себе Блин Ну правда Я его ушатал Потому что Мне очень повезло Кстати ссылку Я тоже Оставлю в описании Можете посмотреть Это предыдущий Выпуск Ах ты Собака Он не хочет Не хочет Мурлока Отдавать Он хочет Его сохранить В руке Что неудивительно Потому что Колода Как-никак Очень сильная Я выставляю Мурлока Я выставляю Яйцо В надежде Что Ну он яйцо Разобьет Конечно Это очевидно И там Выпадет Неруб И неруб Скорее всего Он тоже Забафает 3-2 Или 1-4 И попытается Его убрать Да Это было Опять же Очевидно Скорее всего Он Разобьет Яйцо И ударит По яйцу Я так думаю Что нет Ой Вот это сейчас Будет большая ошибка Если ты сейчас Не будешь Контролировать Мой стол Так У него Скорее всего Самопожертвование Потому что Ему надо Защищать Своего Мурлока 3-6 Скорее всего Это Самопожертвование Но это Будет Логично Скажем так Посмотрим О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, так интересно. Возможно, это Ома-Йог, поэтому я проверю, пожалуй. Нет, это был не Ома-Йог. К сожалению, я ошибся. Да, это самопожертвование, конечно же, он сейчас будет бафать Мурлока. Мне надо дойти до Мурлока. Обалдеть, еще и отмщение, это 12 в лицо. Это просто офигенно. Просто мое лицо сейчас будет страдать. Он 100% ударит Мурлоком, а если у него еще и бафнет, то у меня вообще все лицо отлетит. Ну или может быть он ударит одну по яйцу, но это маловероятно. Ему логичнее будет, конечно же, долбить мне мой фейс. Итак, значит, я нервское лицо тут... О, лицо яйцо никак не спасаю. Беру топор, ставлю провокацию. И что вот мне делать теперь? Опять лицом торговать? Так, нет, пора бы ему нанести визит в его лицо. И посмотреть... Ну, надо бы вот эту вот говнину убрать. Агроманта у меня сейчас... Ага, то есть у него аналогичная карта. И при этом... Да, неплохо, неплохо. Итак, что я могу здесь сделать? Я могу взять мастера клинка, удариться... Бафнуть его. Удариться об 6-6. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Подожди, а в этом... А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, я ударю 3. Он бьет только по противникам. Дам 7 со щит вам противника. Отлично. Отлично. Замечательно. У него никаких массовых ремовлов нету. Так, топор, топор, топор. Нет, топор, пожалуй, я приберегу на всякий случай. Не буду его просто так разыгрывать. Что он может разыграть? У него должен быть провокация с божественным щитом. С характеристиками 3-3 легендарка должна быть у него... Ага, так, он начинает перекручивать колоду. Так, он пытается законтрить, пройти мне в лицо. Видимо, он сейчас будет стараться бить... Ну, это почему-то странно. Ну, точнее, как почему? Это странно. Он контрит лицо вместо того, чтобы контрить стол. Это, между прочим, большая ошибка с его стороны. Потому что я сейчас очень спокойно его переиграю. Такие ошибки вообще... Ой, я заболтался. Ой, я заболтался. Блинский блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Заболтался, твою мать. Ладно, надеюсь, я его натяну. Блин, да как же так, а? Слишком я заболтался. Так, это, скорее всего, будет голем 1-1. В адмону голем 5-5. Но я думаю 1-1, потому что ему выгодно разыгрывать голема. Потому что если он 3 урона по всем, ну, по двум противникам нанесет, это уже хорошо. Блин. Это 100% голем 1-1. Вопрос, какие характеристики он для него выберет. Очень... Если он выберет голема 5-5, то это будет, опять же, большая ошибка с его стороны. Блин, вот я заболтался и совершенно не заметил, что у меня там оружие... Как это вообще можно не заметить, а? Этот засранец мне портит нервы. Надеюсь, мне выпадет благословение наставника, чтобы я забафал Мурлока и законтроливал его стол. Так как у него нет массовых ремовлов... Блять, это 100%, да, так и думал. Яд и... Боевой... Что-что-что? Замораживают... А, яд. Он все-таки яд взял. Так, сколько урона я ему наношу? 4... Так, 7, 10, 11... Мне не достает, к сожалению, урона. Божественный щит, боевой клич призывает 4-х Мурлоков, они получают божественный щит. Так, контролирую его стол. Так, убираю вот этого засранца. Так, пожалуй, я выставлю Мурлока. Так, призывает 4-х. Значит, у меня стол сейчас будет весь забитый. Так, отлично, отлично, отлично. Так, сносим ему двушку. Блин, а если у него Алекстразы есть, он меня выиграет? Нет, 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 лишь бы не было Алекстразы, нет, нет, нет! Е-е-ет, сука, бл-я-я-ть! Блин, серьезно, ну... Ну ладно. Блин. Ну как так, а? Ну как же так? Как же так? Меня он натянул. Ну, а шансы были 50 на 50, и вообще я выигрывал. Так, у меня тут немножко наушник, калифонит, выносит мне, скажем так, мозг. Он постоянно пытается от меня убежать, и я его возвращаю. Так, не суть, короче. Против меня маг, скорее всего, я его начину, потому что всех магов, всех зоолоков, в общем, всех я мочу, за исключением... За исключением кого, за исключением? Воина. Вот воин на натиске, это просто бомба. Это неубиваемая машина. Его переиграть за паладина, за агропаладина, почти невозможно. Это просто мощь. Это бомба, реально бомба. Вот кто играл против воина на натиске, он очень долгий. Он вас просто по ресурсам переиграет. Ну, это 100 пудов. Я, кстати, думаю собрать вот этого воина на натиске, но не знаю, стоит ли, я еще посмотрю. Но, во-первых, эта колода долгая, за него долго играть. Я считаю, что выгоднее брать агроколоду, выйти в платину. Может быть, даже больше, чем в платину. И, соответственно... Так, что я еще могу сделать? Могу, в принципе, легендарного мурлока выводить. И потом, ближе к платине, ну, может даже ближе к легенде, брать уже какие-нибудь контроль колоды. Но, как по мне, опять же, у агропаладина очень мощный винрейт. На нем подниматься, как от нефиг делать. Это может делать абсолютно любой игрок, просто сесть, собрать колоды и тащить. Главное не собирать всякое говно. Ну, если, конечно же, вы хотите побеждать и подниматься по рейтинговой лестнице. Сейчас, конечно, в Hearthstone много других интересных режимов. Они действительно очень интересные. Так, ладно, забафаю мурлока, дам ему по лицу. И есть действительно очень интересные режимы, в которые очень интересно играют, помимо вот этого рейтингового режима. Есть, что там, я забыл, как это... Арьяна, например. Я вот в Арьяну раньше катал. Тоже интересно. О май гад. Так, значит, следующее существо, которое возьмете, получит эти свойства. То есть, сколько ее не долби, а какое-нибудь существо у нее получит, да? Понятно, окей, ладно, заберем. Так, выложу я Божественным щитом, но я боюсь, что он сейчас разыграет заклинание 1-1 и законтролит, в принципе, все мои три карты. А у меня, между прочим, легендарный мурлок в руке. Это порча или как она называется? Я надеюсь, что у него нет этой карты в руке, и что я... А, есть. Зря я понадеялся. Офигенно. Просто идеально. Ну что ж, я могу сказать. Я потерял две сильные карты. Ну ладно, че, бывает. Точнее, две карты я потерял. Он одной законтролировал две. Причем очень сильные карты. Ну ладно, посмотрим, что он будет делать. Ого! Воспламенитель! Ого! Офигеть! Да еще и с бафом 2-2. А, я не понял. Блин, я реально не втыкаю. Это же... Это... Его нету больше. Этой карты. Она больше не в мете. Какого фига я вижу эту, блин, карту? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ да интересно интересно так пожалуй бы мне это все дело убрать надо со стола так мы его мы его баф ним ударимся и уберем всех существ отсюда быстренько пожалуй я приберегу топор в руке мало ли что у него там принципе можно было бы удариться но я решил приберечь блин вот это вот бесячая штука когда у него выпадает существо а он получит а в лента ты издеваешься надо мной он просто спокойно контролирует точечно карты еще контролирует при этом стол ну не имбали но это реально уже в е-мое я не понял а чё это за архетип мага такой неужели это спал маг но в принципе похоже на спал маг но че только как-то вот знаете не хорошо получается то что он меня сейчас поимеет придется разыграть мне морлока разыграть вот эту карту дать им баф вот эту я точно убираю и казакуса я уберу так ну что ну ее надо убрать на всякий пожарный а то как 72 законтрит так отлично приговор в руке пока ожидаем хода противника но скорее всего он легко за за контрит мой стол я думаю труда ему не составит да ты обалдеть просто обалдеть провокация скорее всего блин он отдаст провокацию то есть смысле существо хотя блин то так однозначно не ответишь ну капец он просто меня контролирует но вот чё вот меня теперь с ним делают керн кровавая копыта мне тут о да о да о да о да мурлок которого уже однажды заблокировали он мне сейчас очень нужен по идее бы их бафнут но блин я боюсь что что он стрелами а под до стрелы инволюции я думаю он еще приберег но он меня выиграть скорее всего сейчас ладно нет 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 пока бафать не буду контроль и все на его стороне я уже начинаю потихонечку всасывать и скорее всего всасу да ты издеваешься чул охренеть у него дофига секретов какого черта блин и самое прикольное что скорее всего не отраженная сущность если я выставлю керна кровавая копыта у него просто на столе она появится но скорее всего дгг я его вряд ли вывезу здесь уже просто понятно неприятно неприятно вообще нехорошо стрелы инволюции потратил блин сколько же контроля алекстраза так вопрос ну блин мне надо сконтролировать стол придется ему контролировать стол так выпал мурлок другие ему руки получают плюс 1 плюс 1 конечно я мог бы сделать это по лицу но мне нужен стол чтобы он мне не контролировал все-таки это не отраженная сущность была значит это скорее всего так противник так ледяная преграда антимагия возможно это антимагия обалдеть блин слушай карта ооо отлично отлично так ну это блин антимагия стопудово ладно давайте проверим так пожалуй ка я его забав и заберу все ненужные карты так а что у него предсмертный хрип призывает двух случайных существ за 5 вы тайно выбираете одно из них урон от заклинаний это я не понял боевой клич а причем тут предсмертный хрип а передает наследие так ладно что здесь можно сделать то ладно уберу лишние карты отсюда о чувствую сейчас он будет меня контрить или лицо или мой стол да мой стол контрит молочина блин но это вообще жесть так не понял почему у него карта то не разыгралась выберем берет три карты улучшается уроном от заклинаний да ты издеваешься обалдеть четыре базовых но все я понял я понял офигеть да что ж такое то не может атаковать после того как противник бред карты и стоимость увеличивается на один вплоть до десяти да блин да это издевательство в господи что мне делать то что мне делать скорее всего 55 я думаю скорее всего 55 но это было очевидно потому что у него там тотемы господи ладно блин или мурлока призвать ну ладно пусть будет мурлок и к н кровавая копыта он мне наносит 1 2 7 9 11 и плюс возможно у него в руке какие-нибудь карты римовалы точечные да это это гг сто процентов у него есть заклинания чтобы нанести мне урона по лицу более чем уверен ой неужели волна огня он че стол контролирует ой а я думал мне гг уже эй ну хорош хорош уже так а я не понял ночь и колода заканчиваются так как нехорошо более наявить сделать ничего не могу так хорошо берем вот эту удочку продавливаем так ну что блин я могу здесь сделать после того как ваш мурлок погибает вы кладете в руку легендарное случайное существо о господи я 5 6 законтрить не смогу так ну что я тут смогу сделать я смогу его убрать и вот эту карту убрать выставлю мурлока нет или не стоит нет надо мне нужен стол а это летал а это летал не все это гг наносит трейдинсерона чего существу противника ладно хотя может быть я бы смог ему сейчас зачистить но у него слишком много жизней а у него слишком много вариантов меня продавить ну что счет 22 по моему 22 счет 50 процентов винрейта я бы хотел вообще соточку в идеале я сейчас на паузу поставлю посмотрю какой у меня винрейт все посмотрел винрейт блин и забыл секунду винрейт у меня 63 процента так что вот как то так 63 процента от хорошо то есть у меня там 10 5 по моему счет если я не ошибаюсь или 11 5 короче не суть 63 процента винрейта а это контроль жрец мне значит его надо продавливать чем быстрей тем лучше чем быстрее я его продавлю тем я выграю если я буду тянуть я проиграю но я хочу выигрывать я хочу тащить я тащил так ну что бафаем и топим по лицу я немного подзабыл какие у него там карта у жреца ну ладно посмотрим вспомним может быть по ходу игры пока что он думает как бы что со мной делать но видимо у него ничего не будет это все таки долгая колода играет она тоже в долгую вы кладете в руку заклинание вашего класса за один ладно забираем эту карту или же нет но мурлока 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 ну можно принципе мурлока выиграть выставить на стол если получится я смогу его забав это и могу ему уже продавливать лицо пока никаких ответных действий от него я не увидел за исключением изготовительницы жезлов устанавливает и раскапывает отлично хороший ход это очень хороший ход потому что он раскопать заклинание которое удобно именно для него а это значит что он сможет подстроиться так я сейчас блин ну это опасно ладно не буду я пока бафать я думаю как 5 мана у меня будет я смогу уже бафать спокойно двух существ а то это где-то 50 на 50 а так скорпионит скорпит точнее да да он контролирует мой стол видимо ему не нравится вообще такой расклад но есть и хорошая новость у меня есть приговор а соответственно я скорпида убираю так что мне делать я вытащу наверное мурлока тапну и не буду бафать еще раз вот этого мурлока то есть по идее я мог ему в два раза больше нанести я думаю что он сейчас четверочку 44 за контролит так уменьшает стоимость заклинание в руке да насколько я понял да для него это вообще отлично а так хорошо великолепно это вообще красота что может быть лучше чем два забафанных мурлока это шикарно но все если он сейчас ними ничто не сделает он проиграет скорее всего он будет пытаться выставлять провокацию контрить мурлоков или хилить свое лицо но я не думаю что у него хватит ресурсов но проиграл им короче мне еще повезло то что у меня и бафы подъехали мурлоки подъехали вообще все прекрасно сходится возможно он всех зачистит я не помню опять же какие у него там карты но в любом случае сейчас игра идет не в его однозначную сторону больше в мою скорее всего я ему сейчас раскрою черепуху долго долго думает 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 что он там думает сдайся и все вот-то блин мозг выносишь но киза а вон он че ой 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 неужели да ты че сдаваться он явно не хочет ну что ж окей окей не хочешь как хочешь пожалуйста мне есть чем тебя продавливать но с пятеркой он точно ничего не сделает но уничтожит он его у меня опять перн выпадет то есть по идее я его выгнал опять же на и а применять из заклинания к существу блин а что если у него будет похищение жизни тогда он еще может офигеть афиг вовол ой 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 ничего си ну я выиграл слава богу а то я уже начал это ну напугался короче он меня своими картами напугал но к сожалению он проиграл мне все-таки повезло больше мне выпали и мурлоки мне выпали и точечные бафы короче все пришло в мою руку счет 3 2 если я правильно считаю побед больше в мою сторону я надеюсь я выйду в золото чем у меня там золото 3 что ли или 4 золото да этот за это видео выйду золото три как бы мне хочется получать больше наград я вообще хочу в платину выйти по моему я платина еще не выходил я точно не помню снова жрец это снова должна быть карточка в мою пользу это я его сейчас поимею сейчас от него никаких действий я не увижу если это будет не будет конечно какая-нибудь колода которого меня удивит а то есть такие ребята который собирает не металл не металл не металл и классы и он просто удивляет то есть ты ожидаешь увидеть агро паладина или от этого паладина на секретах а тут контроль паладин серьезно контроль паладин в этой мете серьезно думаешь ты так что может быть такое то что противник специально соберет колоду ну вы просто не догадайтесь что это за колода вы будете соответственно рассчитывать свои ресурсы считать что как какой ход сколько манны какие карты чего и как а тут бах и роялись кустов так что да такое бывает против меня играет лори 3000 не знаю почему у него такой ник но может быть кто-то из подписчиков расшифрует если вообще на моем канале есть живые подписчики так от него никаких действий я не наблюдаю это значит что в принципе я могу спокойно выставлять существ потому что насколько я помню в начальных стадиях у него нету никаких римулов то есть он меня сможет только точечно забрать за контролировать но пока он меня он мне ничего не сделает я могу забавить своих о интересный ход хорошо хорошо неплохо неплохо так но я продолжу спамить стол пока я бафать не буду я подожду пока у меня будет 5 мана я смогу двух существ забавить вместо одного а сейчас я могу печаль кроли использовать и как вариант заблокировать его стол если он конечно же кого-нибудь выложит да это типичный ход это гадание по руке уменьшает стоимость заклинаний но скорее всего он будет раскручивать он выставит существо за 23 которая при разыгрывании на него заклинание будет генерировать новую конечно крутая тема на самом деле ну а я сейчас буду создавать давление чтобы начал уже как-нибудь волноваться о еще одна печать королей это еще одна хорошая новость для меня это вообще прекрасно потому что вот это то чем я говорю вражей а вот она сейчас он будет перекручивать карты он тоже решил забаваться забаваться так конкретно так я же что со своей стороны я со своей стороны его контролирую да так существо 88 получает ладно я забавку сначала своего так немножко не хватает два ваших случайных существа ну ладно давай посмотрим кому он даст отлично с одного хода я забираю противника карту и посмотрим но блин он скорее всего закон 363 я бы не хотел конечно но вероятнее всего он его конечно заберет мне еще повезло то что у меня нужные карты в руке оказали то что я смог забаваться и все-таки дать отпор а так это очень сильный ход между прочим так применяйте заклинание меньшая стоимость случайно карты в руке то есть но опять же мощный ход о так он сейчас принципе на халяву а подожди-ка нет-нет-нет так что что-то возвращает в руку существ погибших в этом матче а вон он так он же проиграл ну окей допустим я уж начал переживать что я его не вывезу ну ладно для меня все складывается прекрасно счет 42 если я не ошибаюсь сейчас на паузу поставлю три победы два поражения то есть мы сыграли пять матчей три раза победили два раза проиграли 60 процентов винрейта для меня это вообще прекрасно вот так что делайте выводы напишите пожалуйста какой колоду играете лично вы мне вот интересно будет прочитать и так паладина паладина зеркальные матчи я чаще всего проигрываю так что я уже настроен на то что скорее всего мне придется немножко пососать потому что ну не знаю так получается что я чаще всего почему-то проигрываю в зеркальные матчи ладно посмотрим посмотрим надеюсь это будет но кто это или агро или секрет скорее всего секрет но это не точно разыграем первый учебный день посмотрим какие карты нам придут в руку надеюсь нормальная карта придут например рыцарь еще один или праведная защитница хорошие первые группы это он долго играет первый учебный день у секрет паладинов тоже такие как у обалдеть просто идеально и идеально так а у меня есть зато зайти лоб и есть еще и пират вы так сереб приемов вы кладете в руку копию последней карты разыгранное противником о слушай интересно то есть в принципе я могу у него затырить как я понял его карту которую он разыграл до копия последней карты разыгранной противником а чё хитро хитро это блин даже круто кстати я заметил что в этой мете нету совсем разбойников вообще нету я за все это время не встретил абсолютно ни одного разбойника не ад но в вообще так вопрос что у него в руке но может быть это самопожертвование так ладно скорее всего это омой йог расплата но вряд ли расплата это или скачущий спаситель или омой йог я думаю скорее всего это мой йог но бафать я сейчас равно не смогу он же контролирует мой стол что с его стороны является очень даже правильным шагом так что я могу сделать я могу 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 снова разыграть мурлока ну думаю отдам двух зайцелопов но он все равно оружием контролирует были неприятно ну ладно ладно ничего страшного я думаю стол за ним он сейчас мне нужно перехватить инициативу сейчас инициатива за ним он навязывает мне свою стратегию и я так понял это секрет когда это секрет я вижу по его картам расплата серьезно ну ты собакин ну ладно допустим так что ванесса ван клифф так сейчас пока ее нет смысла разыгрывать пожалуй я что я сейчас праведную защитницу нет 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 ну да праведная защитница яйцо и как вариант мурлок надо к это выставлять существ на стол чтобы я смог его стол контролировать иначе если я потеряю контроль над столом то я потеряю самую ну да да мурлока ты пока что не дойдешь хренушки тебе мне интересно бафать он будет или нет нет бафать он не будет возможно это будет 6 оружие и провокация 66 освещение не понял этой карты нету у секрет паладина неужели это снова я встретил сейчас контроль паладина я ненавижу контроль паладину скажу вам по секрету итак как бы мне сейчас поступить возможно 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 так ладно я пожалуй ударюсь лицом так если у него он последнее что разыграл освещение значит я вам могу это освещение у него затырить так я сохраню пожалуй мурлока да я стыри у него все-таки освещение и разыграю мурлока посмотрим чем он ответит но если это контроль паладин то так понял получает провокацию великолепно сейчас по крайней мере для него все складывается вообще отлично так два существа получает баф это что у нас выходит в принципе я могу забафать но у меня он все равно отлетает да если я сделаю вот так например да отлетает в любом случае ой 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 так так ну ка завали ты свои свои щи два случайных существа блин ладненько придется наверное торгануть лицом думаю это будет логично зато я перехватил инициативу стол сейчас на моей стороне ого вы берете дракона интересно интересно но у него преимущество в том что он на данный этап у него в руке больше карт ага понятненько фух так добро пожаловать мурлоки скорее всего скорее всего это будет освещение так это будет у моёк сто процентов это значит что если я сейчас разыграю освещение то я могу получить свою руку карту за четверку но я могу и ошибиться ну ладно давай попробуем да ладно это был не у моёк хорошо даже не расплата это скачущий спаситель или отмщение одно из двух так как бы мне сейчас поступить баффет нет смысла ладно выставлю яйцо с яйцом принципе он ничего сделать не должен блин но даже если он разыграет массовый ремуву по типу освещения то у меня на столе станет существо но если он разыграет то это будет очень хорошо для него потому что ну это вообще отлично в конце каждого хода заполняет вашу сторону дракончиками один один да ты не охренел не слишком ли это прекрасно а так ладно надо как-то это на дракона убрать надеюсь мне урона хватит отлично так убираем в баню этого дракона так ага блин ай-яй-яй-яй нехорошо нехорошо я проиграл скорее всего сейчас будет очевидный ход сейчас 3 4 5 6 7 8 9 12 плюс баф ну нет это гг скорее всего офигеть это что за карта он раскапывает заклинания серьезно да блин какого черта вообще да офигеть ну как бы да как бы это летало ну вот это то о чем я говорил все зеркальные матчи против паладинов я всасываю блять что за несправедливость я хочу выйти все я хочу тащить бля ну блин ну пошли вы в жопу паладосы а хотя я сам на паладине не нравится господи ну хотя бы мак хотя бы так не стоило напрашиваться я буду сражаться с честью ладно оставлю я баф печать королей думаю он мне пригодится Ещё? Да куда мне две печати-то? Куда, рандом? Великий рандом. Объясни, зачем мне, блин, две печати в руке? А? Ну зачем? Объясни. Ну, вот объясни. Хотя, с кем я разговариваю? Блин, ну серьёзно, две печати? Ну нахрена они мне в руке сейчас? Ну ладно, пусть будет. Выставим два яйца и баф. Хотя, погоди. Если я выставлю яйцо, он инволюция. Блин, вот как вот меня раздражает карта на магах. Вот эта вот долбанная инволюция, которая... У меня просто от неё жопа горит серьёзно. Я чё-то никак продвинуться не могу. Я застрял на золоте 4. Я не могу просто выйти в золото 3. Надо посмотреть ещё раз, какие меты актуальны. Ну, блин, я уж палладина начал собирать. Агропалладин означает, что по идее я должен топить по лицу. Но это так не работает. Разыграем яйцо. Посмотрим, какие действия он сейчас будет предпринимать. Будет ли он как-то пытаться контрить моё яйцо с нервом или нет. Мини-маг. Маскировка урона от заклинаний плюс 1. Замечательно. А я по нему, видимо, не попаду, потому что он под маскировкой. Да? Да, по нему попасть, к сожалению, у меня не получится. Так, ну ладно, забафаю я яйцо и буду топить ему по лицу. Скорее всего, у него там в руке огненный шар. И он... Ну, он не будет, я думаю, разыгрывать мини-магу. Он будет специально держать его, чтобы я не смог его законтурить. А я ведь не смогу его законтурить. Как вот у меня получится? А он имеет плюс 1 к урону от заклинаний. Что может быть лучше? Вообще шикарно. Любое заклинание, которое он сейчас будет разыгрывать, ну, как бы, будет иметь на одну единичку больше урона. Это вообще плохо. Ладно, поживём, увидим, что он там будет разыгрывать сейчас. Да ты чё? Ладно, допустим. Ладненько, бафнем, пожалуй, 1-1 и уберём со стола существо. Хотя, по идее, я мог бы дать ему в щи. Но тогда я потеряю стол, что для меня опять нехорошо. У него существа в колоде не так уж и много. И сейчас я не вижу от него легендарки, которая с предсмертным хрипом и... Ой, да ты чё? Сразу два действия за один ход совершил. Ну, чё я могу? Круто, молодец. Так, 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 так. Как бы мне поступить? Ну, что мне делать? Контролировать стол. Так, получает плюс 1 к здоровью, наносит 1-1 и уберём со существо, но получает плюс 1. Ну, это мне никак не поможет. Выставлю, пожалуй, яйцо и тапну в скиллуху. Посмотрим, что он будет делать. Скорее всего, у него есть какой-нибудь массовый ремоуэлл, он сможет зачистить мой стол. Но, опять же, мне не выгодно, когда он чистит мой стол. Как бы это нехорошо для меня. А также нехорошо то, что у него стоит, блин, мини-маг. Серьёзно. Ну, это умно. Это очень умно. Это просто офигеть, как умно. Он может держать его всю игру, а если нужно, он может просто добить. Но, я думаю, он будет просто его держать. Ну, понятно, ясно. Ладненько, выставлю существо. Думаю, я буду контролировать лицом. Так как в перспективе с помощью существа я нанесу урона больше. Возможно, у него есть волна огня, как вариант. Он сможет три существа законтрить, но у меня два существа ещё будут живы. А хотя, подожди, он тогда нанесёт по пять. Ну, да. Ой-ёй-ёй, подожди, я что-то неправильно считал. Почему шесть? Он же четыре наносит по всем, не? Да ты охренел, дядя. Нет, ну это будет вообще смешно, если у него сейчас ещё и стрелы инволюции в руке окажутся. Что, опять же, не исключено. Тогда он ещё и легендарку сможет забрать. Ладно, смотрим. Ай, блин! О, да, это и правда удивительно. Стрелы инволюции прилетели в одного существа. Спасибо, стрелы инволюции, вы меня очень выручаете. Я обожаю эту карту. Хотя, на самом деле, нет, не люблю. Вот это вот везение, это очень редкий случай. Это просто фейл. Ну, ходи быстрее, но долго мне тебя ждать, нет? Я думаю, скорее всего, там будет броня. Да, броня, броня, броня на восемь. Ну, это очевидно и логично, в принципе, то, что у него там броня. Так, топор стоит... Нет, топор, пожалуй, я оставлю в руке. Вдруг мне нужно будет его за... Убить какое-то существо. Ладно, ждём, ждём, какие действия будет предпринимать противник. Но я думаю, массовая зачистка стола у него ещё быть должна. Ага, бьёт точечно. Сразу по трём существам. Да-а-а, вот это зачистка, обалдеть. Да ты чё? Ты меня задолбал уже. Ладно, дадим ему по лицу. Разыграем ещё один молоток. Так, что можно сделать? Тапнем. И, пожалуй, на этом всё. Не буду пока существо разыгрывать. Я думаю, он опять там свой контроль будет на меня накидывать. Вы берёте две карты. Ага, то есть он берёт карты и ещё ману устанавливает. Ну, круто. Вы берёте две карты. Улучшается ирон от заклинаний. Вообще. Он колоду перекручивает. Вообще, это похоже на ОТК колоду. Ну, это не ОТК колода. Да ты чё? Провокация. Бешенство. Получает броню в размере урона полученного этим существом. Блин, вот это да. Так. В принципе, можем вот это и убрать. И тогда он не получит брони. Так. Ладно. Давай, давай, давай. Топим, топим. Я должен его натянуть. Скорее всего, он опять зачистит. Но я думаю, у него обязательно есть карты. Ох ты. Живи, дракон, живи. Блин, я законтрил его. Блин, да ты мне надоел уже, честно. Так. Есть у меня кое-какой вариант. Я бафну. Нет. Нет, нет, нет. Блин, долбанная антимагия. Добрый газа. Ну ладно. Хорошо. Опять две карты берет. У него уже там карты заканчиваются. А это значит, что должны уже... Ну да. Ну да, ну да, ну да. Пошел я нахер. Блин, он реально задолбал перекручивать колоду. Но если меня фортанет, то в принципе я могу вымирать. Если не фортанет, то я скорее всего проиграл уже. А, блин, у меня не... А, в принципе я могу по мурлоку нанести его. Натиск я пока трогать не буду. Мало ли вдруг пригодится. Да блин, вот интересно, что у него там может быть? У него же нету кто-то на руке. Вот что он сейчас может сделать? Вы раскапываете секрет, применяйте его. Два секрета раскапывают? Бляааааа, опять это скорее всего броня будет. Мне интересно... А-а-а, нихрена себе. Вы раскапываете заклинание для двух классов и еще получаете копию, если... Ну, блин, кайф. Да-а-а... Вот это даа... Это сто процентов у него в руке будет броня. Он издевается. Он реально издевается? Мне срочно нужен баф Чтобы я смог Вот этого вот гондониху запинать Если я сейчас просто выставлять начну Он просто их будет контрить Мне срочно нужно Этот Оооо, все, кажется я проиграл уже Охренеть Да что за имба Да ты задолбал Это вообще нереально Как ему лицо то пробить Ну вообще Ну да, ну да Ну что я могу здесь делать Я могу 3-1 конечно забрать Раз уж у меня бафать не получается Да ты че Так, отлично Блин Ну скорее всего Он победил Ну блин Ммм Да Он победил Замечательно Я совершил ошибку Я мог бы в принципе 4-3 забрать Но Видимо я лоханулся Но он меня победил У меня здесь не останется вариантов Для победы Тем более он может использовать силу героя Окажется так и так было без шансов По идее он сейчас может вообще спокойно контролировать мой стол Просто запуливая меня своими вспышками огня Ага Он еще и стол контролит Так он решил со мной поиграть что ли Так, чисто теоретически 3, 4, 5, 6 урона Но не хватит мне этого урона И самое прикол то в том Что я еще не могу торговать лицом Бля, я ведь проиграл Ай блин А что делать Ну конечно круто то что такая легендарка выпала О господи Я проиграл Писик Хо-хо-хо-хо Блин, ну как так, а? Я еще и назад отлетел Ну е-мое Сколько у меня винрейта получается? Обалдеть У меня получается Ага 3 победы 4 поражения То есть я еще и в минус ушел Офигенно Так, дамы и господа В общем уже час прошел Думаю пора бы уже закругляться В общем На агропаладине Сейчас у меня не зашло И у меня винрейт где-то около 45% А общий винрейт у меня 63% Ну как бы играть ей можно Но вот видите Вот сейчас меня не фортануло И меня поимели почти что все колоды Ну как-то так Так что ставьте лайки Подписывайтесь на канал Кому нравится Этот формат видео Кому нравится Хардстоун В общем Хороших вам каток Дамы и господа